За свой небольшой срок управления краем Максим Решетников, похоже, уже смог детально вникнуть во все проблемы при Камье. Полевые точки здравоохранения, тема номер один, действительно надо наводить, разбираться, наводить порядок. Тема системная, но и понятно, как ее решать, понятно, как двигаться. Есть даже возможности быстрых результатов добиться, но что-то можно быстро сделать, что-то потребует времени, по кадрам надо время, конечно, мы будем решать. Что еще, наверное, из сложных вопросов, действительно сложных вопросов, дороги, образование и так далее, эти задачи есть, но они решаемы технологично, все понятно, что делать, сконцентрировали деньги, направили и так далее. Из тех вопросов, которые решать действительно сложно, это вопросы, связанные с жилищной политикой, я бы вот обозначил. Это вопросы аварийного жилья, в первую очередь, это вопросы переселения и обеспечения жильем детей и сирот, но это, конечно, вопросы дольщиков. Вот эти вот три темы, которые простых и понятных решений не имеют, но по каждому из них понятно тоже, что делать и в каком направлении искать решение. Каждую проблему можно решить, главное найти финансирование и чтобы на местах главы с полной отдачей работали на развитие территории. Есть у губернатора ответ и на вопрос, что можно сделать и кто должен помогать Соликамску с развитием парка в северной части города. Честно, сразу скажу, что финансово мы будем поддерживать, конечно, школы, больницы, дороги, парки аттракционов финансово поддерживать не будем. Просто на сегодняшний момент денег на это нет. Это задача городской, в том числе администрации. Ну а зачем тогда? Ну тогда стройте торговые центры только при условии, что рядом создадут парк аттракционов. Такие возможности есть. То есть увязываете одно с другим. То, где мы точно будем помогать, мы будем помогать в обустройстве центра города Соликамска. Сегодня обсуждали приведение в порядок, в том числе храмов, которыми действительно богат город. Посмотрим, окажем содействие в рамках туристических программ. В данный момент парк в сравнении с прошлыми годами в любом случае преобразился. Так, благодаря компании «Уралкали» там появились детские площадки и воркаут. И все же в этом вопросе на себя все обязанности должна взять администрация города. Отдельно Максим Геннадьевич отметил ситуацию в Соликамске на заводе «Урал», на котором провел рабочую встречу. Я, конечно, впечатлен той территорией, с одной стороны, которая есть. С другой стороны, ужаснулся той разрухи, которая там была. Но в то же время, снимая шляпу перед людьми, которые в этих старых корпусах, ремонтируя их, постоянно что-то доделывая, ставят туда оборудование новое и действительно получают продукцию абсолютно новой, абсолютно мирового класса. То есть добиваются выдающихся результатов. В целом, проблемы региона исполняющему обязанности губернатора понятны. Намечены и пути их решения. Пермскому краю есть куда развиваться. Главное – знать, как это делать. И, кажется, у Максима Решетникова уже есть план действий на будущее. Евгения Константинова, Сергей Зебзеев, телекомпания «Соль-ТВ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова